всем привет в данном видео попробуем значит строить вот такую вот штуку это из плейлиста на канале или а скорее то есть здесь 7 части и соответственно антенна автомобильная то есть я нас на канале уже однажды автомобильную антенну строим там она очень простенькая ну и там довольно простенький мэш здесь немножечко сложнее но для тренировки как раз вполне пойдет я попробовал повторить до вот такого вот момента то что в видео но это время и соответственно с плагином автодеск шейп вот и получается ситуация вот такая здесь ну соответственно если посмотреть по ребрам то вот выходит вот такой момент но скажу так время немножечко ну не нравится вот эта вся ее хлипкость и особенно то что бьется сетка ну это можно посмотреть еще и зеброй то есть ну вот таким образом это выглядит вот можно это уже все скажем так дальше скруглять но пока до вот такого момента врина то есть здесь ну врина я почему это делал просто посмотреть каким образом будет построение но но одинаковое что вы лес что врина одно и то же то есть ничем она совершенно не отличается единственного лес ну более адекватно это все делается поэтому как бы перейдем сразу вот сюда и здесь вот есть этот мышь то есть я мышь приложу поскольку автор все свои видео на канал выгрузил но повторить не почему поэтому вот этот объект ну попробуем повторить кому будет интересно посмотреть вот этот плейлист сразу скажу ну у многих с первого раза не получится повторить то есть именно вот эту часть у многих с первого раза не получится повторить почему потому что ну уйдет очень во первых много времени потому что все это довольно быстро озвучивается человек пользуется большим количеством горячих клавиш настроенных под себя и соответственно очень сильно много возникает вопросов в течение просмотра всего видео то есть как бы новичкам наверное вообще довольно тяжеловато будет со средним уровнем тоже но в принципе справиться можно ну с продвинутым уровнем как бы люди сами спокойненько сядут из моделируют этот объект так как посчитают нужным вот но можно делать это все копировать можно делать самому пытаться то есть как бы варианты есть поэтому использовать их можно вот я вот это видео именно первую часть приложу в описании и соответственно мышь тоже выложу тут ну я буду немножечко идти другим способом нежели автор идет чуть-чуть я буду отклоняться ну в итоге посмотрим что из этого получится то есть дойдем мы до конца или не дойдем здесь как бы ситуация такая вот я в данном случае предлагаю сделать новый слой но у нас есть темплейт но темплейт это наш меш его можно переименовать соответственно ну опять нужно это не нужно решаем сами вот вот тут мы можем сделать проекционные кривые то есть project curve я в данном случае предлагаю далеко не переходить и изменить еще и сетку то есть мы можем сетку изменить в настройках но по факту у нас это все находится вот здесь то есть вот тут вот мы можем вот он присед ну у меня вынесено вот сюда то есть как бы чтобы далеко не бегать чуть-чуть поближе то есть переключиться и ну вот у меня вот таким образом то есть если я зайду внутрь то здесь у меня установлено не 100 grid spacing а 10 ну и соответственно можно поставить себе там какую-то часть чтобы отображалась соответственно здесь я в данном случае предлагаю на вот этом слое вот здесь project curve сделать всего лишь одну кривую ну то есть первой степени зажимаем alt alt ставим то есть это у нас направляющие наши фактически я прям здесь предлагаю ее спроецировать на мышь то есть project и соответственно получаем вариант мышь у нас на на одном слое project curve на другом дефолт мы не учитываем поэтому создаем соответственно новый слой для наших рабочих кривых work curve и будем работать на нем то есть если мы перейдем вот в этот вид и отключим мышь у нас есть вот наш контур то есть но и по нему соответственно можем двигаться то есть почему нет вот мы будем создавать наши кривые на слой work curve то есть на рабочем слое и дальше будем потихонечку двигаться там смотреть какие-то моменты то есть я в дальнем в данном случае предлагаю сделать вот такую штуку то есть первую степень сразу привязаться с control alt и привязаться вот здесь то есть первую кривую простроить вот таким вот образом чтобы не ориентироваться на мэш потому что он там немножечко такой будет вот отличаться то есть ну он идет по кривизне крыши насколько я понимаю мы можем сделать ровно потом подрезать но опять же можно делать таким образом вот то есть у нас наш контур будет ну вот таким я в данном случае предлагаю следующие моменты делать непосредственно мелкие делать аркой то есть нам как бы никто не запрещает использовать арку то есть мы берем арку соответственно привязываемся вот сюда привязываемся сюда и привязываемся сюда ну то есть мы попадаем в кривую ну фактически почти попадаем дальше берем object edit extend с опцией merge то есть merge и экстраполяция и соответственно продлеваем то есть выбираем нашу арку и продлеваем на то расстояние на какое хочется то есть можно продлить далеко можно продлить близко здесь роль это вообще не играет дальше выбираем кривую на на 6 степени соответственно перестраиваем до 2 нам 6 не нужно то есть ну в таких местах нам 6 вообще не нужна следующий вариант опять же тоже самое берем арку то здесь арку можно вообще рядышком три точки поставить и все равно это арка будет ну то есть как бы и мы попадем ближе непосредственно то что необходимо то есть ну и продлеваем и смотрим чтобы она не заворачивалась то есть ну арка обычно не заворачивается то есть у нее нет такого варианта прям завернуться где то очень близко вот опять же переключаемся на вторую степень то есть и соответственно чуть-чуть это все еще продлим немножко вот и получим вот такую ситуацию то есть у нас вот наши кривые вот эти есть то есть я начал не с тех кривых с которых начал автор ну как бы здесь такой вариант вот здесь тоже можно арку простроить то есть почему нет ну единственное привязаться концу здесь и вот здесь то есть вот таким вот образом и дальше опять же extent merge то есть взять арку и вот она у нас замечательно вот таким вот образом идет то есть берем нашу кривую и соответственно оставим вторую степень ну ее можно потом уменьшить пока мы ее оставляем вот таким образом то есть как бы вот наша ситуация с этими тремя кривыми они очень простые как бы никаких там дальнейших действий доработок они не требуют поэтому ну мы оставляем их вот такими то есть это самое простое с чего как бы мы можем начать вот следующий вариант вот это кривая то есть здесь немножечко ну такая ситуация как бы мы привязываемся вот здесь ну как бы смотрим по продолжению линия но если что мы это все подправим и привязываемся где-то вот здесь вот в этом месте но тоже опять же по продолжению линии вот ставим плюс то есть добавляем свишку и соответственно берем эту свишку и тянем то есть делаем move нам ее нужно потянуть таким образом чтобы скажем мы попали вот в эту верхнюю часть дальше поскольку у нас вот здесь свишка довольно высоко находится то мы соответственно можем ее пока что вот чуть-чуть опустить нам получается насколько я понимаю второй степени нам не хватает значит мы можем добавить еще то есть плюс и теперь мы уже будем управлять непосредственно вот этой свишкой то есть будем двигать ее то есть как бы здесь вариант с вот этими моментами по поводу степени мы смотрим таким образом чтобы передать форму и не наплодить большое количество свишек то есть чтобы нам хватило ну скажем так вот мы немножечко попали форму чуть-чуть да можем тут чуть опускаться вот эту свишку можем чуть-чуть приподнимать потому что она здесь вот эта свишка она довольно такая скажем должна быть адекватный адекватно имеется в виду почему потому что дальше ну я добавлю еще одно то есть мы будем проверять наши нашу кривую вот инструментом extend только экстраполяция без опции merge то есть это создает новую кривую то есть мы выделяем да и смотрим она не заворачивается нет в этом стороне она не заворачивается соответственно проверяем ее во второй стороне то есть арка нам не нужна то есть нам нужно вот она здесь вполне адекватная то есть вот смотрим да она не заворачивается то есть если она заворачивается вот тут прям сразу вот здесь вот в этом месте это плохо то есть нужно смотреть чтобы она как бы шла во первых ну она будет идти по радиусу понятное дело то есть кривизна соблюдается и желательно чтобы она не заворачивалась прям сразу то есть теперь мы в данный момент можем спокойно переключиться вот так перейти вот на вид left с ортографии на и включить вот этот вот наш помощник то есть посмотреть попали ли мы там или не попали то есть ну вот она наша ситуация попадание не попадание то есть можно использовать fit curve можно вручную подгонять ну как бы кому как удобно то есть здесь только лишь удобство влияет на все на весь этот процесс вот если чувствуем удобно то соответственно значит все нормально то есть можно потихоньку это все подравнивать постараться скажем ближе подойти форме да и получить более адекватный результат ну прям сильно сильно наверно подходить опять же повторяюсь если у кого-то есть такое желание по поводу там попадать очень точно ну или потребность или необходимость то соответственно выполняем это требование тут как бы зависит только от желания если это делать не сильно хочется значит значит так тому и быть то есть тут я оставлю вот так пускай уже будет вот таким образом то есть это не буду прям сильно сильно приближаться но для меня этого достаточно вполне вот то есть эту штуку сделали ну ее в принципе можно подпродлить если сильно захотеть то взять extent merge то есть тут различаем для себя опция merge она просто продлевает кривую опция not merge создает новую кривую и все больше ничего в колы выпал больше ничего нам не надо в данном случае то есть мы здесь вот определились здесь четвертая степень вот тут дальше берем создаем следующую кривую то есть она тоже но я начинаю обычно с первой степени как бы то есть привязываясь ctrl alt вот сюда и где-то привязываясь ctrl alt ну например вот сюда здесь конечно вот этот радиус мы точно не знаем какой он поэтому ну сложновато сориентироваться но мы можем это все в процессе корректировать то есть добавляем сивишку и дальше если мы сивишку берем то соответственно можем делать move то есть move я делаю вот сюда то есть у нас север-юг запад-восток я иду на восток да и соответственно на юг то есть как бы я пытаюсь придать форму так чтобы попасть в какую-то часть ну то что вот здесь чуть-чуть отличается это можно все поправить все равно это все будет дальше подравниваться то есть у нас получается если мы вот такой прогиб делаем да у нас вот этого изгиба не будет поэтому нам желательно добавить еще одну точку вот и вот эту сивишку эту подфиксировать ну то есть немножечко ее подвинуть то есть подфиксировать ее в эту сторону добавить еще одну сивишку и теперь если мы будем ее двигать вот сюда то здесь мы по идее должны будем получить вот этот вот прогиб то есть теперь получается у нас центральная сивишка вот это то есть мы ней будем делать то что необходимо ну фактически нам необходимо сместиться то есть чем дальше мы смещаемся вот именно вот этой сивишкой то у нас выравнивается вот тут на то вот это сивишка нам дает возможность подравнивать нашу форму ну поскольку одна идет вверх вторая идет вниз то мы получаем вот такую ситуацию но опять же нам немножечко конечно стоит это все чуть-чуть подравнять то есть мы я буду двигаться по непосредственно по кривой то есть я поставлю ну чуть чуть дальше здесь конечно можно приблизиться поближе потому что все таки здесь вот вот эта часть она ну немножечко будет смещаться то есть прилипать вот этим крестиком опять же можно поставить вот сюда вверх чуть-чуть вот эту взять и немножечко ее под прогнуть соответственно прогнуть вот это ну и здесь ну здесь такая штука что мы ну наверное скорее всего я вот эту чуть-чуть еще вот так вот оттяну вот сюда а вот эту чуть-чуть приближу ну то есть это будет наверное более логичнее скажем и вот эту свишку то есть если выбрать себе вот эту ее можно двигать по ну непосредственно по вот этой кривой то есть ну например вот так предположим то у нас получается вот этот момент вот этот может измениться то то есть вот тут мы можем подтянуть вот сюда и подтянуть выше то есть вот так а вот эту можем чуть-чуть опустить ну и соответственно вот эту чуть-чуть немножечко подтянуть но приблизительно вот так то есть как бы ну я предлагаю таким образом то есть смысла там дальше углубляться вот все эти манипуляции нет можно даже это не проверять через отображение ну то есть не включать через alt shift вот эту часть и там пытаться увеличить посмотреть ну мы можем разным способом смотреть то есть тут вот в этом месте чуть отличие вот ну то есть точку вверх надо потянуть эту чуть вниз она станет на место но смысла уже как бы в этом особенного нет поэтому перепроверять себя наверное не стоит но лишний раз можно это делать но по желанию опять же то есть у нас вот это начало она как бы у нас положено то есть она у нас есть то есть это наши рабочие кривые они у нас ну пока что идут вот таким образом то есть проекционную мы можем убрать и теперь откроем наш мышь то есть мы это все вот таким вот образом обвели опять же я в данном случае здесь пока предлагаю сделать следующий вариант то есть нам нужно еще две наши кривые но эти кривые они будут у нас непосредственно находиться на плоскости то есть фактически ситуация вот такая но мы можем попробовать то есть если мы переключимся на вид сверху у нас получается есть возможность то есть если мы предположим выберем только кривые вот этим ну даже наверное скорее всего вот эти все кроме вот этой и можем их скрыть пока что то есть чтобы они нам не мешали то есть на виде сверху у нас вот есть . привязки то есть мы можем спокойненько сделать такую штуку взять первую степень control alt привязаться вот сюда вытащить ее вот так ну вообще совершенно неважно да какой там но на какое расстояние взять extent merge вязаться сюда и вытащить ее на эту сторону то есть мы по привязке сделали здесь можно пойти таким способом то есть ну это как вариант опять же тут получается ситуация такая нам все равно необходимо симметрия то есть для вот этой кривой чтобы она была посредине и теперь мы можем спокойненько добавить положим сразу третью степень перейти вид перспективы но на вид топ вот так я наверное это все разверну вот таким образом пускай будет так и теперь поскольку у нас симметрия есть то нам не желательно брать только одну сивишка то есть мы делаем move ну то что мы цеплялись там как бы это нам ничего не изменит потому что мы потом переместим более точно это все берем следующую сиви и перетягиваем то есть тут желательно вот для этой кривой включить график кривизны и поставить какой-нибудь там масштаб ну я бы здесь еще поставил чуть чуть больше графов чтобы видно было то есть нам предлагается теперь да вот этой кривой поставить пятую степень вот так и вот этими точками передвижением вот этих точек задать ускорение то есть acceleration то есть не просто так делать их чтобы они там вроде как были а именно задавать ними фактически форму но я наверное чуть-чуть вытащу вот эти и опять же нам здесь можно включить эту штуку для удобства дальше смотреть что у нас здесь будет происходить то есть как бы мы можем потихоньку подравнивать вот эти моменты здесь как бы получается ситуация такая что мы подравнивать будем за счет и средней точки и за счет крайних то есть тут наверное вот так то здесь вот такой у нас такой график кривизны получился но если мы посмотрим его теперь только единственное конечно желательно все выключать то есть вот такая вот ситуация у нас получилось то есть наша первая кривая она у нас не находится фактически на то есть можно вернуться вот так она у нас не находится своим центром возле вот этой кривой то есть ну и мы можем спокойненько выбрать нашу кривую вот эту и сделать ему то есть вот сюда она там чуть-чуть изменится но как бы можно сразу это делать можно в процессе подстраивать но я ее привязал вот сразу вот так пускай будет таким образом и дальше опять же идем на вид спереди верни сверху и локатор этот можно удалить как бы не нужен но я предлагаю пока оставить здесь можно создать следующую я сразу создам третьей степени то есть поставлю где-то вот в этом месте и где-то вот в этом месте ну опять же для того чтобы проводить прямо то есть мы по правой кнопки это делаем то есть симметрию выбираем сразу же вот теперь поскольку у нас третья степень нам нужно выбрать свишки вот эти внутренние можно одну выбирать то есть здесь как бы ситуация такая если у нас модификатор симметрии соответственно включен то можем выбирать одну и просто тянем ее вот сюда до того момента пока вот эта часть вот это вот не достанет вот сюда до вот этой точки да ну то есть тянем 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 вот мы ее притянули но потом все равно тоже поправим как бы это такая ситуация то есть вот мы ее дотянули сюда теперь можем добавить еще пару свишек то есть сразу пятую степень поставим модификатор симметрии у нас там остается то есть выбираем свишку делаем мов и расширяем то есть до какого-то предела то есть первая свишка дальше берем вторую свишку и делаем тот же вариант ну то есть как бы ситуация у нас будет такая я вот эту чуть-чуть уменьшу ну здесь у меня точно попасть не получится то есть я в данном случае опять же прям сильно стремится не буду попадать но ну единственное здесь можно вот таким образом то есть перетягивая себе одну вперед одну назад пытаться более-менее приблизиться к форме ну тут такая замечательная штука что как только мы подтягиваем одну у нас соответственно вся форма немножечко изменяется поэтому тут ну как бы вариант такой то есть где-то мы все равно не попадем поэтому я вот этот вот эту часть оставляем вот такой пускай будет такая и тут же нам нужно сделать extend то есть вот тут вот это до продлить ну желательно до продлить она вот изменяется форма то есть пока по свишкам вот мы видим да вот она изменяется то есть чем дальше я тяну тем шире это все становится но далеко прям сильно вытягивать не стоит чтобы она прям сильно изменилась ну форма желательно чтобы оставалась свишки пускай перемещаются но форма пускай остается то есть вот таким образом это все оставляем то есть они у нас вот там теперь получается у нас такой момент что на мышь вот здесь вот эта кривая она немножечко не попадает ну как бы мы попробуем посмотреть что у нас из этого получится то есть фактически у нас здесь для вот этой ситуации вот для вот этой ситуации есть такой замечательный инструмент который называется комбайн керф то есть вот нам нужно что у нас вот есть одна вот она первая и соответственно есть вторая вот она то есть она нам дает вот кривую в двух видах то есть кривая из двух видов но тут вот она ситуация в чем то есть нам желательно подвинуть наши севи ну можно подвинуть вот это то есть мы можем все это дело сбросить там все равно история построения есть соответственно выбрать свишку вот тут и немножко ее потянуть то есть вот мы ее тянем 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 вот она у нас попала и закрылась то есть ну здесь конечно желательно попасть чтобы она не перескакивала ну если она перескакивает то есть такой вариант здесь поскольку история построения есть то можно соответственно это делать подтягивать подтягивать эту свишку просто клавишами но это будет довольно таки долго поэтому лучше всего ну насколько я так могу понять в данном случае сделать такую штуку то есть взять вот эту кривую вот эту пока что ее удалить и ну по крайней мере можно взять вот эту кривую вот эту сделать ей центр пивот но он будет вот здесь можно его перенести то есть move пивот вот как раз по центру и теперь move и соответственно подровнять его вот сюда вот так то есть к точке она у нас теперь по идее будет вот здесь вот она ну опять же мы можем ее вот как-то так опустить чтобы недалеко чтобы она была вот прям здесь вот и опять же сделать combine curve ну по идее наверное в этот раз должен был результат должен быть повеселей то есть здесь желательно проверять вот эту часть чтобы она была вот точно центре то есть попали теперь вот эту кривую можно временно пока что скрыть то есть она нам сильно не нужна ну и локатор удалить он уже как бы не нужен то есть локаторы удаляем у нас получается вот такая ситуация мы все потом отобразим то есть она никуда не денется она все вернется но у нас есть возможность модифицировать кривую то есть fit curve и то есть у нас здесь получается третья степень а там у нас пятая то есть мы ставим пятую и она почти ну вот отклонение у нас там максимум да вот такое ну то есть как бы одна тысячная почти то есть нас это вполне должно устроить то есть нас это устроило и мы теперь ну fit curve инструмент нам в данный момент не нужен то есть мы только единственное конечно лучше сразу брать какой-то object поэтому чтобы инструмент по десять раз не открывался и здесь можно сразу сделать слой темп вот таким образом то есть остаться наверх curve но выбрать то есть выбрать кривую не ту которую у нас fit curve а ту которая комбайн и выбросить ее в темп может быть пригодится мало ли ну то есть чтобы не пересоздавать лишние действия не делать вот и дальше соответственно делит локейтер они нам не нужны ну у этой кривой можно отключить control off то есть наши сивишки ну и каркас вот и у этой кривой можно прибить историю построения то есть как бы construction history удалить и соответственно получится вот такой вот результат дальше распределяем все то что у нас там есть то есть отображаем visible то есть теперь вот эту часть можно в темп она уже не нужна то есть она свою роль сделала у нас здесь как бы фактически почти все есть вот но получается ситуация какая нам бы желательно еще один слой вот здесь то есть сделать его surface вот и поскольку у нас есть object lister вот он то слой в surf можно перенести то есть поменять его с посредней кнопки перетащить ну чтобы они шли по очереди то есть что мы будем делать на этом слое будем создавать поверхности а поверхности у нас будут создаваться чем мы будем их создавать мультисерфейс драфтом то есть это у нас фактически фланец такой же самый как и в риноцерос в автодеск шейпе там он называется flange здесь мультисерфейс драфт соответственно что мы в этом случае будем делать ось Y вот она зелененький он был в эту сторону соответственно ось Y дальше пока поставим 0 и здесь поставим ну я ставлю 35 то есть что нам необходимо нам необходимо выбрать вот эту кривую раз и сразу указать double sided но single surface то есть чтобы он поверхность не разбивал можно разбить то есть вообще без проблем но пока что мы будем ориентироваться таким образом то есть это первое следующий соответственно вот это то же самое следующий соответственно вот это то же самое и пока что нам больше ничего не нужно то есть мы себе делаем ну стандартную болванку вот по поверхностям она у нас выглядит вот так ну пока что то есть там попали мы не попали ну будем считать попали до какой-то определенной степени то есть нам теперь нужен следующий инструмент то есть фактически здесь все закладывается все вот это понимание alias оно закладывается в инструментарии не больше мы можем сделать вот такую вот штуку на вот этом виде на вот этом виде ну поскольку я сделал здесь 35 ну наверное скорее всего это маловато поэтому можно сделать query edit вот прям сюда и поставить не 35 а 40 вот здесь чуть-чуть увеличить только единственное вот здесь сделаем сначала отмену сделаем вот так 40 так сделаем next ну и опять же query edit вот здесь то есть увеличиваем до 40 вот и соответственно следующий то есть запросы в базу ну история построения она частенько хорошая штука нужна поэтому то есть вот эту часть мы сделали и теперь можем на вот этом виде вот здесь поскольку у нас есть object edit и есть extent merge и он у нас симметрия да то мы можем пытаться допродлевать вот это ну то есть я пока отмену сделаю но для того чтобы допродлевать вот эту часть нам нужно взять свишки вот этой поверхности то есть включить их чтобы мы на что-то ориентировались то есть для чего нам свишка это для того чтобы мы вот эту часть продлили с контролом вот с контролом привязались к свишке ну и теперь у нас равная длина то есть у нас вот пока ситуация такая теперь нам следующий инструмент нужен то есть это создание поверхностей и берем rail обычный стандартный позиция позиция здесь нам ничего такого не нужно и выбираем то есть что у нас будет generation curve что у нас будет rail curve то есть generation это вот это rail curve это вот это и создавать по рейл то есть не по generation curve она там может чуть отличаться от рейла хотя мы ее ставили прям точно в позиции рейл но мы создаем именно по рейлу если переключимся на generation значит будет создаваться поверхность по generation то есть можем переключаться вот она у нас фактически натуральная вот здесь мы попробуем поставить параллельную вот она чуть-чуть подравнивается то есть подойдем вот сюда поближе и посмотрим что это за натуральная параллельная то есть вот она у нас натуральная то есть получается натуральная это когда вот у нас здесь радиус внизу есть и точно такой же зеркальный наверху а если мы соответственно ставим параллельно то мы получаем точное соответствие фактически ну как бы в принципе просто переключатель Поэтому можно переключать непосредственно процессы работы Смотреть, как это все будет отрабатывать У нас здесь, в данном случае, теперь нам этот инструмент уже не нужен И можно, соответственно, сбросить выделение Если мы на вот эту часть перейдем, вот сюда, вот с этой стороны Ну и сбросим шейдер, да То у нас, получается, вот тут вот идет подъем То есть она не просто ровная Она с вот таким вот подъемом То есть нам это, по большому счету, дает возможность сделать что? Мы можем... Ну я бы воспользовался здесь инструментом Patch Precision То есть он нам позволяет выбрать То есть выбираем нашу поверхность и начинаем добавлять Это не добавляется геометрия, это добавляется просто отображение То есть вот у нас есть наши изокривые То есть их количество варьируем сами Вот эта изокривая, вот эта вот Она пришла как раз вот в то место, которое нам необходимо То есть и теперь мы можем спокойно извлечь дубликат То есть дубликат, вот это изокривой То есть извлекли Теперь инструмент Patch Precision не нужен Можем спокойно выделить поверхность и убрать То есть мы извлекли изокривую, которая нам была необходима Ну и, соответственно, в данном случае, что мы можем сделать? Я бы прям сильно не мудрствовал вот здесь А взял бы инструмент Ну, лучше, конечно, взять Stretch Выбрать кривую Добавить здесь Handle Посредине вот здесь прям Вот так вот То есть рукоятку Переключиться вот сюда То есть чтобы вот эти кружки стали черными А этот стал белым И с Control привязаться вот так То есть это, ну, вполне, наверное, логичный выход То есть как бы у нас здесь вот Почти Ну, если не подниматься вот сюда То можно, конечно, найти теоретическое пересечение Для тех, кто там прям сильно хочет это сделать То есть можно перейти в модификацию поверхности Intersection Соответственно взять вот эту поверхность И взять вот эту И где будет пересечение То есть пересечение немножечко в другом месте Фактически Чуть-чуть вот оно там отличается Поэтому опять же идем Керл модификацию Ну, это все в инструментах Керл эдит находится Берем наш Stretch Соответственно, берем вот эту Добавляем Handle посредине, да И переносим теперь вот эту точку Можем перенести спокойненько То есть ее выделили И вот сюда Вот То есть теперь мы более-менее точно Все это дело перенесли сюда То, что она там Немножечко Скажем так Неровная Вот Ну В принципе, если для кого-то Эта штука не сильно ровная Выровнять ее можно Без проблем То есть Выровнять ее можно таким образом Ну Здесь есть Curl Planarize Я, наверное, подсказки все-таки отключу Потому что они немножко мешают Пока что То есть У нас вот есть Такой замечательный Curl Planarize Который выравнивает кривую То есть Можем попробовать Вот она выровнена Да Но она будет вот отличаться То есть Получается нам Можно Определить Плоскость То есть Фактически Сделаем вот так То есть Можем сделать Ну я выйду из инструмента И удалю вот эту кривую У нас есть возможность Такая замечательная Ну и соответственно Такая же возможность Есть для пользования И в Rina То есть Здесь есть Возможность Создать просто Plane То есть В конструкциях Вот здесь Есть Plane Сразу можно поставить Три точки Ну Можно отображать Ими То есть По трем точкам Вот Ctrl Alt Вот сюда То есть Раз Дальше у нас Rebuild Curve Ctrl Alt Вот сюда И третий Соответственно Вот сюда То есть Мы Что получили Мы получили Плоскость Вот На которую Мы можем Это все Выровнять То есть Она у нас Вот она Плоскость Да И теперь Мы инструмент Curve Plane Райс Можем сказать Давай ты Вот сделаешь Вот так То есть У нас Что-то Здесь Есть Вот Плоскость Да Мы Приготовили Ну Keep Original Наверное Оставлять Смысла Никакого Нет Ну И Соответственно Попробуем Go То есть Select First Curve То есть Вот она Select Next Curve Or То есть Вторая Нам не Нужна И Peak Construction Plane То есть Вот она Но У нас Получается Тут Тоже Такой Вариант Она Слетает То есть Она По плоскости У нас Выровнялась Но она Соответственно Слетела То есть Что значит Слетела То есть Мы Отошли От Точки Пересечения Нашей Наверное То есть Лучше Проверять Но Вообще-то Нет Не отошли То есть Все на месте То есть Она Выровнялась По плоскости Поэтому Плоскостями Желательно Пользоваться Ну Врина Предположим Довольно Удобная Штука Плоскости Конструкционные И Секущие Плоскости То есть Вообще Отрабатывает На ура Вот То есть Теперь Нам нужно Вот эту Кривую На поверхности Которую Мы Пересечения Искали Можно уже Удалить Она не нужна И Все у нас Станет На свое Место То есть Для чего Это делалось Это делалось Для того Чтобы Вот здесь Теперь На вот этом Виде Вот отсюда Ну Если Мы выбираем Вид То мы можем Обрезать Поверхность Соответственно Из этого Вида Из View То есть Мы идем На Модификацию Поверхности Трим Project Можно Трим Интерсекшн Вообще Без проблем У меня Просто Вынесены Разные Трим Проект Проджект Трим Интерсекшн Вот И Либо Мы выбираем View Вот так Либо Мы выбираем Вот Z У нас Есть Y Есть А X А нет Значит Выбираем Либо X Либо View То есть Вот таким Вот образом И нам Что нужно Выбрать Вот эту Поверхность То есть Она у нас Есть Поставить Что Вот эта Часть Нам нужна Но Поставить Чем Мы будем Ее Обрезать Вот Этим То есть Кип Нижнюю Кип Оставить Нижнюю Мы Оставили Вот Она У нас То есть Нижняя Осталась Ну Мы Там Мэш Вот Таким Образом Попадаем Не Попадаем Но Как бы Мы В точность Вообще Не Собираемся Пока Что Попадать Теперь Следующий Момент Вот Здесь У Нас То есть Если Мы Выберем Объект Ну Да Она Вот У нас Чуть Перестроилась Но Как бы Вполне Устраивает Ничего Страшного Там Нет То есть Вот Она У нас Есть Если Посмотрим Какая Она Вот Такая Теперь Получается Нам Необходимо Посмотреть Что Вот Это То есть Четвертая Степень Соответственно Ну Нам Ее Желательно Выровнять То есть Нам Желательно Сделать Что Айлайн По Позиции То есть И Соответственно Выбираем Здесь Выбираем Ребро Ну Поверхность То есть Она Нам Скажет Что У вас Айяяй Вот И Куда Если Мы Переключимся Вот Так Мы Получим Вот Такую Штуку Да То есть Нам Нужны Эджи И Получается У нас Вот Там Есть Отклонение Потому Что У У Нас Первая Степень То То есть Мы Понимаем Что По высоте Вот здесь По высоте По вот этой части Четвертая степень Это нас устраивает А здесь Вот там Внизу Пятая То есть Мы Ставим Вторая Третья Четвертая Соответственно Пятая Вот 0.4 Да Получается Можем Конечно Поправить Еще Вот Эту Часть Вот Но Не Дотянули То есть Ну Чуть Чуть Не Дотянули Вот Я Здесь Поставлю Шестою То есть И Получу Позицию Ну Даже При Шестой Все Рано Position Influence Тут Нужно Подтягивать Вот Мы Получили Здесь Позицию Вот Тут Она У нас Там Пускай Так И Висит То есть Вот Это Закроем Нам Там Эта Позиция Нужна Но Нам Нужно У Вот Этой Поверхности У Вот Этой Поверхности Прибить Историю Построения То есть Delete Construction History Чтобы Она Там Никуда Случайно Не Сместилась Ну Вообще По Идеи Нам Желательно Это Все Прибить Вообще То есть Выделить Вот Это Все Delete Construction History Чтобы Она Там Уже Оставалась И Все Можно Пересоздать Кривые Есть Все Есть То есть Никаких Проблем Нет Для Пересоздания То есть У нас Вот Эта Позиция Локатор Он Так И Останется Вот Он Там У Нас Есть Вот Он Держит Позицию То есть Нам Показывает Как только Там Будет Какое Отклонение Соответственно Он Станет Либо Желтым Либо Красным То есть Но Пока Он Зеленый Иначе Там Позиция У нас По-любому Соблюдается Следующий Вариант Следующий Вариант Это У нас Получается Создание Поверхности Вот Этой Нижней То есть Нам Нужна Рельса И Опять же Generation Curve Это Вот Это А Рельса Получается Вот Это Вот Она У нас Здесь Степень Вторая Можем Поставить Explicit Control Сразу же Включить CVHall И Ставить Пятую Степень Здесь И пятую Степень Здесь Ну То есть Как бы Полностью Ее Подогнать Под нашу Кривую То есть Она У нас Вот Такая Здесь У нас Нет Возможности Ее Расширить Ну Здесь Кстати Можно Еще Ребилды Ставить Но Здесь Это Как бы Особенно Не Нужно И Теперь Идем Object Edit Extend Merge То есть Выбираем Вот эту Часть И Ну Возьмем Ее Продлим Пускай Пускай Будет Она Продлена Пускай Будет Вот Так То есть Там Истории Построения У нас Нет И Включаем Вот Эту Штуку Ну Можно Любой Шейдер Включать То есть Я Включу Вот Такой И Нам Теперь Необходимо Ее Допродлить Вот Ну Повыше Да То есть Можем Спокойненько Выбрать Еще И Подтягивать Ее Чуть Повыше Ну То есть Чтобы Она Либо Чуть Опустить Но Чтобы Она У нас Подтянулась Вот К Вот Этой Точке Вот Сюда Можем Конечно Это Все Сделать Следующим Образом То есть Пока Что Вот Так Оставляем Можно Выделить Ну Пускай Все Поверхности И Отключить У них Каркас Чтобы Они Нам Не Мешали Тут Мы Можем Сделать Пересечение То есть Интерсекшн Что С чем То есть Вот Это Пересекаем Вот Этим Ну У нас Появляется Вот Две Кривых На Поверхности Я Вот Эту Штуку Пока Что Оставлю То есть Ну Мэш Пока Скрою То есть У нас Получается Вот Такой Момент То есть У Вот Если Ну Например Нарисовать Получается У нас Ну Пускай Будет Вот Это Первая Поверхность То есть Вот Это Вот А Вот Это Вторая Поверхность У нас У второй Поверхности Вот Расстояния Не Хватает А У Первой Поверхности Получается Вот Расстояния Не Хватает То Есть Нам Желательно Кривую На Поверхности Продлить То Берем Кривую На Поверхности Здесь rail surf cos 2 и rail surf 2 cos 1 то есть зависимости какую мы выбираем то есть выбираем например вот это говорит история построения удаляется то есть подтянули наверх выбрали подтянули вниз теперь мы вот эту можем срезать вот эту большую поверхность вот это можем срезать если мы выберем на второй поверхности то есть на вот этой значит мы можем подтянуть вот эту часть вот так и средств там то есть фактически у нас есть такая возможность и ну можем конечно посмотреть дотянется она не дотянется но но здесь вот не дотягивается поэтому можно сделать то же самое то есть одну продлить вторую продлить то есть эту продлить и вот эту продлить и теперь получается мы можем спокойненько это все срезать то есть срезать мы можем вот эту поверхность вполне можем сделать ну варианты разные можем сделать trim intersection пересечении продлить можем продлевать кривые на поверхности кому как вообще удобно то есть здесь таких как таковых вариантов каких-то нет то есть мы вот это говорим кип вот и все она отрезалась вот этой поверхности мы говорим кип и вот она отрезалась то есть вполне себе более менее адекватно здесь конечно вот это у нас остается но она тоже срежется то есть почему она срежется я пока вот эти вот кривые уберу они здесь пока что не нужны ну они конечно нужны будут но мы их перебросим в дальнейшем то есть теперь у нас получается ситуация какая нам нужно вот из этого вида достать mesh включить вот так можно для мыша то есть можем взять мышь отдельно мышь вот так включить вот эту часть и соответственно уменьшить вот здесь вот максимум для того чтобы найти для того чтобы увидеть наши филеты ну я поставлю 020 только 0025 вот так то есть ну вот мы видим как у нас должна кривая идти но она конечно будет немножечко отличаться то есть почему отличаться я вот тут поставлю точку то есть point выберу вот эту часть и point поставлю вот вот сюда вот в эту точку то есть мне . это нужно для старта то есть можно спокойненько взять первую кривую кривую вот тут только конечно с первой степени кривую тут единственное все будет зависеть от того как далеко это все находится и лучше всего если ну то есть если выбрать да вот она . то есть control и прям к точке привязаться дальше ну можно вот таким образом то есть ну я этого делать не буду я сделаю привязку вот сюда вот так вот сюда сделаю привязку и соответственно теперь дальше мы можем спокойненько добавлять свишки ну то есть степень выбираем свишку выбираем ее и тянем то есть move куда тянем сначала на север потом на запад ну то есть как бы все это подтягиваем все это подтягиваем пока что вот сюда можно не сильно потому что у нас все таки кривая должна идти как-то более-менее адекватно поэтому добавляем плюсик еще и опять же берем свишку move и подтягиваем ее ну я ее буду подтягивать вот параллельно вот этой вот кривой ну то есть чтобы приблизительно наверное вот так то есть она нам нужно для чего того чтобы срезать поверхность то есть по факту теперь отключаем мышь ну поверхность у нас есть то есть смотрим на поверхность у нас есть и ее можно тримать то есть отрезать trim pro project смотрим синий красный есть зеленого нет зеленый y то есть сразу ставим мы определяем сразу да по какой оси выбираем говорим это оставить соответственно получаем вот эту часть то есть keep остальное все отрезалось спасибо инструменту закрываем смотрим да ну вот у нас это часть вот она то есть кривые вот эти я перенесу на work curve пускай они будут там но здесь у нас индикатор но индикатор можно вернуть то есть там вот эта часть то есть можно вот тут ну только лишнее конечно все удалить то есть выбрать точку вот эту ну ее можно тоже вот сюда перенести если что мало ли выбрать кривую на поверхности попробовать то есть если она там есть ну и соответственно посмотреть что у нас вот здесь творится здесь вот это вот отображение такое нехорошее можно поменять вот тут толеранс то есть 001 а ну вот там сразу все станет повеселее сразу же поставить аккуратное отображение и попробовать посмотреть что у нас здесь то есть у нас здесь вот позиция но она так и осталась но я пока индикатор этот оставлю пускай он будет теперь следующий вариант вот эту поверхность вот эту поверхность возьмем и скроем вот так и перейдем вот в этот вид включим мышь и включим нашу вот эту штуку теперь у нас ну опять же я точку рано убрал можно ее конечно не убирать можно не оставить но в принципе можем сделать вот так то есть получается вот она у нас точка есть берем кривую берем кривую первой степени и сразу в точку сюда а вот тут вверху стами и где-нибудь вот так то есть таким образом берем эту кривую и добавляем ей свишку ну то есть степень увеличиваем дальше берем свишку и тянем move куда сначала на восток наверное потом на юг вернемся чуть на запад и чуть-чуть южней ну тут как бы мы я вот не попаду точно вот в эту часть то есть там все-таки еще есть филе поэтому вот точку которую мы определили как мы определяли она вот такая здесь можно было вот эту кривую в чуть-чуть ближе пускать ну то есть ну нам нужно просто придать форму такой вот которая соответствует чему-то ну вот мы будем считать что она соответствует вот этому то есть вот это теперь можно спокойненько снять выделение то есть поставим вот так у нас получается в данный момент отображаем нашу поверхность вот эту идем на на вид сверху берем кривую любую 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 берем проекцию проекцию проекция у нас что зеленый и красный есть синего нет синяя это z то есть ну я в юне беру можно в юбрать без проблем но я ориентируюсь по осям то есть что мы хотим мы хотим вот это вот это только только ну будем идти по одной то есть вот это разделить вот это оставить дискард то есть не нужна следующая вот это разделить вот это keep не нужна вот это вот это этим дискард не нужна вот это ну соответственно вот этим здесь ставим дискард не нужна ну можно таким образом эти но поскольку у нас есть z то есть она же все равно будет отрабатывать но единственное нам нежелательно поднять нашу кривую она у нас вот move и поднять ее по z то есть она резать все равно будет по z поэтому если мы даже возьмем инструмент ну вот так да выберем вот это выберем вот здесь то есть она вот провела сразу линию да и скажем вот это оставляй то есть вот половинку сделали вот она наша половинка дальше то есть ну вот эту часть сделали теперь у нас же вот здесь кривая есть значит нам нужно соответственно trim project и это у нас что то есть зелен x y и z не нужен x то есть по x берем вот это чем вот этим то есть и она вот сразу там дает нам проекцию да вот и говорим вот это оставить остальное убрать то есть убрали идем дальше то есть вот она это вот эта часть теперь следующий вариант то есть вот здесь у нас ну индикатор мы можем переставить открываем вот эту часть теперь нам нужна еще одна кривая кривая какая никакая как любят отвечать то есть сюда идем сюда ну и соответственно берем свишку то есть но мы дотянули и дальше как бы нам можно это все спокойно подвинуть туда куда мы считаем нужен например сюда предположим то есть вот так берем кривую соответственно добавляем то есть плюсик берем сви move у нас вот эта точка есть мы эту свишку можем поднять до вот этой точки то есть по правой кнопке control привязались то есть это на север да теперь движемся на запад то есть придвинулись можем привязаться вот так привязались ну можем не привязываться добавляем еще одно то есть вот сюда берем свишку ну если ее двигать проверить то есть по control и сюда привязались и двигаем ее опять же вот сюда например то есть ну пускай будет вот так то есть здесь как бы можем даже вот эту чуть-чуть сделать плавней то есть ну вот таким вот образом мы можем конечно это все продлить дальше то есть вот эту вот кривую продлить она если продлевать она завернется то есть что имелось ввиду extent no merge то есть выбрать curve и вот она оп ну то есть как бы поворот у нее вот такой да но она нам здесь не нужна то есть я ее удалю нам теперь получается нужно сделать попробовать проекцию то есть ну мы попробуем да это у нас фактически ну зеленый и красный есть значит z то есть по z вот эту попробовать чем вот этим и попробовать вот этим да ну то есть а вот это оставить keep то есть идем вот сюда смотрим единственно только я вот эти кривые все вот эти кривые заберу вот эти все и перемещу вот сюда если что пересоздадим по новой то есть у нас получается теперь есть возможность вот эту вот срезать ну ее конечно можно сделать таким образом то есть мы возьмем вот эту вот это и можем включить вот так взять object edit перейти сюда и взять extent merge то есть подвинуться например сюда вот так с привязкой по точке взять вот эту часть и вот сюда по точке привязаться то есть ну можно таким образом поступить как бы здесь нам никто не запрещает вот и выбираем наши поверхности и отключаем у них каркас то есть мы вот эту уменьшили то есть нам теперь получается нужно сделать что ну я бы конечно здесь пока кривую не брал я бы сразу попытался посмотреть что здесь есть как минимум то есть можно взять анализ вот этот локатор вот этот локатор пешку поставить вот можно вот эту уменьшить вниз то есть можно ее срезать а можно не срезать а просто ее потянуть вниз но тут каким это образом сделать я лучше наверное ее срежу то есть получается мне вот этот хвостик хотя можно ее потянуть вот здесь открыть то есть у вот этой поверхности включить вот так можно добавить даже и вторую степень чтобы там посредине вот точка появилась можно сделать патч при систем то есть вариантов некоторое количество есть но я бы конечно лучше ее срезал то есть вот это на верно скорее всего я делать так не буду потому что у меня перестроиться вот эта часть поэтому я ее лучше срезать срезать то есть срезать срезать ее придется trim project по иксу соответственно выбираем поверхность 1 выбираем чем оставить что удалили ну и дальше можно проанализировать то здесь у нас нет нашей позиции то есть соответственно дэвид локейтер и вот тут вот тут вот эту часть ну она у нас то есть если на нее посмотреть лучше конечно срезать это все потому что ну то есть вот она какая ситуация у нас можно попробовать сделать иначе ну как бы вариантов какое-то количество есть поэтому можно сделать антрим вот этой поверхности вот так и посмотреть что у нас тут будет то есть лучше конечно вот делать срез то есть это будет более менее адекватнее скажем так то есть они все равно на одинаковом расстоянии находятся но лучше все таки наверное сделать срез то есть вот эту вот эту часть вот здесь она вот эта кривая на поверхности вот это она вот не нужна вот мы ее удалим то есть она не там где нам нужно мы можем сделать пересечение то есть intersection между вот этой и вот этой то есть теперь это все будет более адекватнее теперь можно спокойненько взять трим project то есть по иксу выделить поверхность сказать оставить вот это сказать keep то есть вот она у нас осталось а теперь а теперь взять просто кривую вязаться вот сюда и привязаться вот сюда вот так и соответственно сделать trim project только по z то есть ну на z выбираем нашу поверхность вот она говорим что оставить соответственно этим и вот этим кип то есть ну наверное вот так по идее только единственное здесь конечно кривая будет немножечко сбивать с толку ну потому что она во первых идет ровно поверхность обрежется нормальная то есть вот мы с этим делом справились до настоящего момента пока у нас ситуация вот такая то есть более-менее вполне себе адекватная и чистая и нормально отрабатывает то есть что нам необходимо здесь делать дальше здесь нам дается такой момент такая вот методика то есть ее можно использовать почти везде мы берем дубликат ну хотя нам предлагается фиткеров вот здесь по ребру ну я пока поставлю вторую степень вот по вот этому ребру нам предлагается вот такая штука то есть взять фиткеров и соответственно ее как бы извлечь можно дубликат взять можно этой частью ну здесь по поводу степени конечно у нас там четвертая степень то есть можно спокойненько себе приподнять и отклонение будет вот такое то есть беспроблемно и дальше то есть ну оставим четвертую степень пускай будет четвертая там нам предлагается вторая поэтому можем оставить и вторую ну вообще без проблем то есть delete локатор уберу но у нас здесь вот есть кривая вот тут она прям по ребру проходит мы берем инструмент multisurface draft то есть вот этот и смотрим да по x нам нужен x то есть ну соответственно z вверх y туда x то есть по x и что мы будем делать мы выберем fit curve наш вот так и получим вот такую штуку убираем double sided то есть мы получаем на виде слева вот такой вот веселый вариант он идет ровно то есть вот он он не повторяет форму он идет просто ровно и отображаем наши наш каркас я переключусь вот так возьму заберу кривую вот эту которую мы делали fit curve вот она уже не нужна то есть ее можно вот сюда переместить то есть что это у нас такое для чего вообще это делается вот эта штука мы всегда себе должны задавать вопрос для чего эта штука делается у нас по форме вот эта часть вот эта часть она повторяет вот это ребро ну она к нему наверное по идее по позиции касается то есть можем посмотреть вот так ну не касается ну не касается и не касается не важно можем сделать так чтобы она прям вообще точно касалась но нам скажем не это важно здесь нам важно сделать вот такую вот штуку я пока меш выключу вот оставлю только вот это то есть вот это возьму остальное все пока скрою сделаю hide and selected оно нам не нужно у нас остается вот этот наш плавник вот и теперь у этого плавника нужно выровнять одно ребро ребро мы можем выровнять surface modification у нас есть такой инструмент planarize hull то есть у нас есть planarize curve это кривую выравнивает а есть planarize hull он находится surface edit вот он то есть planarize hull и мы прям туда завалимся в этот инструмент и что нам надо сделать у нас здесь есть типы выравнивания то есть ребро да UN2 то есть и направление U и направление V выровнять все по U все по V и соответственно plane plane у нас какая view based то есть из вида вот либо best fit то есть либо из вида просто выровнять либо ближе ну упростить лучше упрощение скажем ну вот мы можем поставить best fit и поставить здесь адаптивное closest point closest boundary то есть адаптивное это автоматический инструмент у нас все это выровняет да дальше closest point по точкам ближе к точкам и ближе к границе ну мы поставим closest point то есть можно вот так и выбираем вот эту штуку попробуем то есть если она не работает то можем попробовать вот таким образом то есть тут нас желательно конечно еще попробовать удалить историю построения то есть delete construction history потому что частенько история построения может держать объект и не давать работать другому инструменту то есть как бы она одним инструментом была создана но он ее и держит то есть вот таким образом да можем попробовать еще разок то есть поставить вот эту часть то есть сингл соответственно можем попробовать еще раз best fit то есть нам желательно вот эту вещь выровнять но я вот сейчас верну еще это все на место то есть отображу полностью все ну все наши поверхности да то есть получается вот эта часть у меня здесь может быть большое количество точек то есть как бы мы можем взять вот этот объект и поменять ему степень до второй то есть можем попробовать еще разок но я если что еще передел у меня там все эти кривые есть то есть опять же возвращаемся на вот эту часть и попробуем еще раз то есть мне необходимо выбрать вот этот то есть и он у меня не отрабатывает ну можно здесь конечно переключаться очень сильно долго пытаться то есть он не хочет отрабатывать можно попробовать менять вот эти вещи но тут у нас тоже не будет возможности то есть фактически он не выравнивает эту часть то есть получается с первого раза не удалось надурить инструмент поэтому я вот эту часть возьму еще раз удалю ну такие моменты бывают как бы и возьму вот эту кривую то есть вот эту кривую перемещу ее вот сюда то есть чтобы она тут осталась попробуем еще разок ну опять же идем создаем наш мультисерфейс драфт то есть фиткеров вот так ну по идее инструмент должен отрабатывать вполне адекватно то есть сразу ну я вот здесь поставлю вот так 4 здесь конечно можно поставить еще и проверку но она не будет ну то есть попробуем остаться вот так и пойдем все-таки в наш инструмент но он у меня не всегда почему-то отрабатывает вот эту часть я выключу ну поставим пока best fit то есть как бы хотелось бы чтобы выравнивалась вот эта часть да ну то есть можно переключиться вот так но опять же ничего не происходит можно конечно попробовать сделать curve planarise если мы перейдем вот сюда то есть ну кривая у нас там есть ну если по axis мы не будем ставить мы можем поставить по view попробовать то есть keep original и выбрать нашу кривую то есть вот таким вот образом можно это сделать попытаться то есть если ну если чем-то не получается вот можно воспользоваться другим вариантом то есть не обязательно использовать именно вот такую методику но я не отвечу почему у меня не отработал инструмент то есть ну вот ситуация вот такая да но только получается у меня есть отклонение то есть хотелось бы конечно вот в данном случае опять же planarise халл вот этот только сделать вот так вернуться назад вот ну и попробовать еще разок то есть вот он вернулся на место ну то есть как бы получается почему может не получаться потому что я пытаюсь выделить ребро поверхности а не каркас поверхности нужно выделять каркас все-таки это инструмент hal planarise то есть выравнивание каркаса а не ребра и вот теперь получается у нас ситуация вот такая то есть кривая немножечко отклонилась вот здесь ну я ее удалю то есть вот здесь вот вот эту часть удалю вот и вот он переместился вариант вот этот который нам нужен то есть вот он у нас есть к двум точкам получается привязка то есть фактически если я заберу кривую выброшу ее вот сюда то у нас что есть то есть вот это выключим то есть получается ситуация у нас вот такая вот тут точка есть да и вот и вот тут точка есть тут у нас позиция по-любому должна быть ну и тут позиция ну мы можем это сверить вот если по двум ребрам да то есть они по позиции вот здесь должны стыковаться но фактически поверхность поверхность вот это вот по форме повторяет вот это ребро ну то есть как бы ситуация вот такая вот и теперь мы получается делаем что в этом случае что у нас вообще есть какая возможность у нас есть возможность сделать попробовать ну там fit curve я предлагаю сделать дубликат то есть вот эту часть ну здесь большое количество CV почему там делается fit curve то есть мы берем fit curve ставим пока 2 вторую степень то есть она вот у нас вот такая да ну и нам предлагается вот этот манипулятор перевести на срединку вот так ну здесь отклонение вот такое можем попробовать поставить третью степень да то есть он там пересчитает 0 0 5 можем попробовать поставить четвертую степень можем даже попробовать пятую степень поставить то есть там вон ну в принципе мы позицию даже здесь мы при четвертом при четвертой попадаем точнее да при третьей у нас ну пускай будет вот так то есть мы все равно потом сможем это все подровнять то есть нам нужна вот такая кривая локаторы я удалю только вот так чтобы и теперь получается по факту у нас есть возможность сделать по двум рельсам поверхность то есть идем нуму на rail нам не нужно нам нужно две рельсы и 1 generation generation кордоном случае вот это ребра дальше рельса это вот это и рельса это у нас fit киров наши вот мы получаем вот такую часть если где-то инструмент нам пытается крикнуть что у вас там что-то не то надо проверять ну здесь rail 2 можно попробовать сделать вот так то есть позиция файлы позиция файлы потому что откроем вот так то есть здесь 5 степени здесь 5 степень да пробуем сделать но здесь получается 5 можно поставить 6 посмотреть на какой поймается позиция ну не не поймается по идее пускай будет 5 на 5 вот эту часть мы уберем ну здесь вот это все влияет только на распределение вот сетки то есть каким образом она то есть вот так ну и можно пытаться это все сделать но я это делать не буду то есть мне легче просто напросто пойти и сделать такую ситуацию то есть поскольку но я вот эту кривую пока сброшу вот сюда удалю историю построения у этого объекта то есть delete construction history так удалить и теперь у нас есть волшебный наш инструмент line позиция нужно то есть что мы к чему ставим ну вот мы поставили edge да и он нас так вот растянул паршал то есть кусок 5 на 5 все осталось замечательно три позиции у нас есть то есть мы вообще ни за что не переживаем в данном случае позиции есть есть все какие проблемы никаких выключаемся и хал включаем вот эту штуку то есть ну по идее вполне адекватно попробуем посмотреть зеброй тоже более-менее там она немножечко подтянулась но так и должно быть по идее то есть мы немножко ее вот таким вот образом сделали вот возвращаемся сюда вот эту штуку мы можем спокойненько отправить в темп она была временная дэлит локейтер кыш все выберем все объекты соответственно дэлит construction history удаляем то есть у нас все вот как бы пока что замечательно что нам нужно срезать но можно срезать вот это ребро правильно то есть мы можем это срезать ну наверно по идее можем вот хотелось бы конечно чтобы эта штука она шла более по вот этому ребру ну поскольку мы все равно еще будем резать то соответственно мы можем это все оставить пока так как есть идем surface modification антрим что антрим вот это то есть он там подумает вот она вот эту часть теперь соответственно трим трим что по игреку y поверхность вот это вот это оставить то есть но тут конечно он то есть keep попробовать да но я вернусь назад вот тут то есть получается ну здесь конечно желательно это все проверять на всякий случай то есть я вот эту кривую на поверхности удалю вот эту вот и проверю еще разок то есть одну я удалил дальше intersection можно сделать то есть вот эту пересечь с вот этой вот она пересеклась и теперь trim project только по игреку то есть игрек соответственно вот это оставить попробовать keep вот она и получается вот тут вот тут то есть вот эту можно удалить вот эту то есть предыдущую можно удалить она не нужно и теперь соответственно ну кому удобно каким образом пользоваться тут как бы то есть по иксу вот эту keep вот это включить то есть только единственное здесь конечно так назад ну-ка вот так оставили keep вот она срезалась и можно попробовать проверить ну ради интереса проверить то есть позиция 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 то есть ну и на всякий случай случай позиция все вообще отлично все срезалось все сделалось нормально в данном случае идем на вот этот вид сюда нам предлагается такой момент взять дубликат вот этого ребра взять offset и соответственно подвинуться 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 вот куда-то вот сюда но можно чуть выше срезать то есть мы как бы чуть чуть выше можем подняться ну чтобы прям не в точку приходить от чуть выше то сделать offset вот он он там у нас проходит чуть выше ну как бы все хорошо нас это устраивает у нас там наша кривая она конечно такая веселая но она нам нужна только лишь для того чтобы сделать плоскость то есть для чего плоскость идем project project у нас соответственно зелененького нет зелененький это y curve on surface поверхность это кривая это теперь кривую сразу же отправляем я бы отправил ее в темп то есть она на рабочих кривых вообще не нужно вот у нас кривая наша на поверхности вот она что нам предлагается сделать нам предлагается теперь сделать вот такую часть пойти сходить вот сюда в construction взять plane по трем точкам go привязаться вот здесь к ребру ник кривой на поверхности к ребру здесь привязаться кривой на поверхности и здесь привязаться кривой на поверхности по серединке то есть выровняться а вот эту кривую на поверхности удалить крышу и что теперь сделать пересечь то есть intersection что с чем вот это пересечь с вот этим и получить новую кривую для обрезки она приходит прямо вот сюда в точку то есть как бы мы нигде ничего не теряем мы можем делать сначала предварительные черновики а потом соответственно простаять управляем в темп но она не нужна дальше project но опять же как бы можем из вида можем из y то есть вот это оставить тип оставили удалили и следующий спортивный коллектив то есть кривая вот это идет рабочие кривые пускай туда следующий вариант reform blend что у нас где то есть для себя определяем вот это единичка вот это двоечка на единичке у нас двоечка а здесь у нас то есть только же 0 так так соответственно первая двойка здесь нолик выбираем ребро это и это он у нас там что-то настроил непонятно что ставим авто апдейт ставим continuity чек на проверочку и что попробуем сделать первое ребро поставим дефолт включим explicit control и поставим один спам поставили не хватило ставим шестерочку все хватило но здесь нам предлагается сделать вот так connect and вывести ребро за пределы то есть больше нам ничего не нужно соответственно теперь что сделать предлагается поскольку у нас вот эта часть пришла вот сюда вот она то по идее наверное нам нужно сделать антрим вот тут вот этот антрим взять кривую на поверхности pick your own surface ну сначала снять выделение потом взять кривую на поверхности взять вот эту вот она и попробуйте и удалить то есть она нам не нужна у нас есть вот там ребро и теперь сделать пересечение intersection что с чем то есть вот это пересекается с вот этим пересеклось вот она пришла пришла вроде как все нормально на теперь получается у нас трим почему по x у то есть вот здесь вот это выбираем попробуем поставить keep то есть поставили да вот она отрезалась а теперь получается вот эту по и греку keep ну вот она отрезалась проверяем на всякий случай то есть ставим позиция позиция то здесь по ребру все вообще сравнялась отлично соответственно позиция то есть ситуация у нас вот такая попробуем посмотреть зебру нашу вот она наша зебра она там чуть-чуть да вот немножечко уходит в сторону как бы ну я считаю это вполне адекватно можем нашу зебру вот здесь переключить на вертикальный вид то есть получим вот такую ситуацию ну да здесь она вот будет вот такой ну как бы я пока ориентируюсь на горизонтальную то есть мне вот этого вполне достаточно то есть она тут немножечко вот уходит в сторону то есть ну вот как бы ситуация такая ну на данный момент вот здесь вот у нас еще получается ну фактически если открыть тот же самый рина вот она та же ситуация вот тоже самое только единственное что время вот эти вот хвосты и вот их надо очень более адекватно все это дело вот срезать да и здесь вот эти степени они вот таким образом отрабатывают что ну не стыкуется она все если проверить позицию то есть вот здесь вот в этом объекте просто позицию через вот этот инструмент ну выбрать все и применить то здесь вот даже по позиции все вот не стыкуется то есть как бы позиции совсем нет фактически и здесь вот эта поверхность она одна но она разрезана то есть такая фейковая штука на четыре то есть одно ребро разрезано на две части и получилась ну такой фейк но он неправильный неверный то есть нам не дает рина этой возможности ну вручную можно конечно но просто придется долго возиться вот и теперь получается у нас как бы ситуация вот пока что такая то есть нам нужно достроить две поверхности то есть две поверхности опять же можно строить это все ну каким образом пытаться можно пробовать делать какие-то дополнительные построения вот но я в данный момент вот эту часть остановлю пока что оставлю вот на таком состоянии и нужно будет достроить вот эту поверхность и вот эту поверхность то есть и как только у нас все это будет достроено мы получим такую болванку которая будет пригодна для дальнейшего скругления вот и до строения то есть я пока вот в данный момент оставлю это вот так пускай будет таким образом ну и соответственно дальше будет для следующей части то есть ну почему для следующей части потому что опять же нужно отсмотреть следующие все части урока и более-менее адекватно сделать построение потому что там в этих частях урока довольно много таких непонятных манипуляций вот они как бы такие непоследовательные скажем и сложно воспринимаются сразу что зачем и почему и как вообще нужно это пытаться строить ну то есть я вот эту картинку на заглавную поставлю но единственное здесь у нас поверхности то есть я поставлю включу симметрию вот так пускай будет то есть вот она наша приблизительная болванка но здесь форма этой антенны она чуть-чуть сложнее по построению чем ту антенну которую я делал аврина вот здесь более скажем макет патчи и он больше более трудный там всего лишь четыре фактически поверхности большие четыре маленькие дополнительные и еще одна сверху и и скругление здесь ну по поверхности во первых больше по макету патчей больше и соответственно мы получаем совсем отличающийся результат но на этом в принципе опять же повторюсь я эту часть остановлю но здесь можно вот этот локатор еще плюс поставить то есть мы даже здесь по позиции попали то есть ситуация получается вот такая ну соответственно будет возможность попробовать двигаться дальше но элиас такая программа чем больше в ней практикуешься тем быстрее приходит понимание тем легче становится работать и плюс если использовать инструменты ну и соответственно знать инструменты то построение становится довольно таки адекватным ну и вполне нормальным и по скорости и по качеству то есть так как и должно быть наверное то есть я вот эту картинку поставлю на заглавную для привлечения внимания ну и соответственно когда до разберусь с оставшимися частями продолжу записывать следующую часть то есть следующие куски которые нам здесь необходимо то есть вот этот кусок один и второй ну и дальше соответственно попробуем поскруглять то есть на этом это видео заканчиваем